Здравствуйте, дорогие студенты! Мы рады вас видеть в университете Нархоз. Я бы хотела продемонстрировать вам презентацию о студенческой жизни Нархоза. Студенты университета Нархоз достаточно активны не только в студенческой жизни, но и за пределами университета. Сейчас демонстрация. Я хочу продемонстрировать, как студенты помимо университета выезжают за пределы города. Давайте посмотрим видео, как они... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этом видео вы видите, как активно наши студенты проводят свое время. И какая у нас прекрасная природа в городе Алматы, окруженная за Ильисским Алатау. В 10 минутах езды на автобусе вы можете оказаться рядом с горами и поучаствовать в различных хайкинге, либо поучаствовать на катании на лыжах, либо на коньках. Потому что единственный каток в мире, высокогородный каток, Медео, у нас в городе Алматы находится. Поэтому наши студенты очень активны в спорте, в творчестве, в хайкинге. У нас есть студенческие организации. И в данном слайде как раз я хотела рассказать о наших студенческих организациях. 19 студенческих организаций в различных направлениях, таких как волонтерство, дебатные клубы, танцевальные grow-up и даже театр, где вы можете себя проявить в качестве актера и поставить какую-то постановку, было бы очень для вас интересно. Ежегодно студенческие клубы проводят кастинг среди первокурсников. Поэтому первокурсники, приходя, они попадают в атмосферу студенческих мероприятий. И для них очень важна ориентационная неделя, где как раз-таки каждый лидер студенческой организации презентует свой клуб, свои планы на будущий год. И проводя кастинг, отбирает самых активных, самых ярких студентов, чтобы дальше продвигать свой клуб в течение года. В год мы проводим более 100 студенческих мероприятий, где в каждом направлении, начиная в спорте, в творчестве, в дебатах и в социальном предпринимательстве, наши студенты выступают не только на уровне университета, но и за пределами города, то есть в рамках международных чемпионатов. Также я хотела сказать, что в нашем студенческой жизни есть понятие студенческое правительство. То есть ежегодные выборы проводятся среди студентов всех курсов. Начиная с первого по четвертый курс студенты получают возможность подать свою кандидатуру на председателя студенческого сената. Он в себя включает представители от каждой школы, то есть прежде чем стать председателем общеуниверситетского студенческого сената, они должны пройти отбор в свою школу. Так как вы знаете, у нас три школы, в каждую школу отбирается свой председатель студенческого совета. Поэтому студенты достаточно активны, они защищают свои интересы перед руководством, и их голос обязательно должен быть услышан. По улучшению студенческой жизни, по улучшению академической части, если их что-то не устраивает, они достаточно активны, взаимодействуют с руководством университета. Как раз таки давайте вернемся к мероприятиям, которые проводятся в течение года. Ежегодно разрабатывается план для первокурсников и для второго, третьего, четвертого курса. Но первоочередное мероприятие для первокурсников это ориентационная неделя. Здесь как раз таки представлены различные афиши, где студенты могут ознакомиться в ориентационной неделе с подразделениями, со своей школы, с деканатами и непосредственно познакомиться со студентами других курсов и принять активное участие в этой неделе. Почему эта неделя очень важна? Потому что она очень яркая и запоминающаяся, потому что они вступают в различные студенческие организации, знакомятся со старшекурсниками, знакомятся с подразделениями и в первую очередь узнают, как им формировать свое расписание, как вообще, что необходимо знать в студенческой жизни и как заселиться элементарно в общежитии. В ориентационной неделе есть формат тематики. Если в прошлом году у нас тематика была аватара, то в 2020 году у нас был формат бумажного дома. Но, к сожалению, из-за пандемии это все прошло в формате онлайн и мы отсняли пять серий о формате бумажного дома. Но хотела бы вам также сказать, что у нас помимо ориентационной недели есть посвящение в студенты. Это важное мероприятие проводится в середине октября для первокурсников, где они официально представляются, становятся студентом университета Нархоз. Это очень красивое мероприятие, которое включает в себя торжественную часть и студенты одеваются в очень красивые платья, парни в смокинге. И вот здесь как раз-таки представлена наша афиша, как проходила в прошлом году данное мероприятие. Но также есть различные мероприятия по направлениям, где мы приглашаем различных спикеров, гостей, известных деятелей в разных направлениях. И они, встречаясь со студентами, очень сильно их мотивируют не бояться и что-либо создавать и делать. Также вот хотела вам показать еще одно видео, чтобы вы почувствовали эту атмосферу, как студенты вливаются в студенческую жизнь и увидеть живую, как это происходило в прошлом году. Какое же настроение? Классное, просто супер, отличное. Вступили ли вы в какие-нибудь организации? ТЭО, Волонтер и Гроуап. Вам нравится наша презентационная неделя? Да, все очень классно, все на высшем уровне, мне лично очень понравилось. ТЭО, Волонтер и Гроуап. ТЭО, Волонтер и Гроуап. Вот таким ярким днем заканчивают студенты ориентационную неделю и знакомятся со всеми студентами старших курсов. Я надеюсь, вам понравилось данное видео и вы захотите вступить в ряды наших студентов, потому что у нас очень яркая студенческая жизнь. Студенты сами творят свои мероприятия и в этом помогает деканат поработать со студентами. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо.